Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Без веры угодить Богу невозможно». Потрясающее заявление. Каким бы добрым, щедрым или религиозным в следующем Писании вы ни были, без веры вы не можете угодить Богу. Это значит, что нам нужно лучше понять веру, дабы угодить Богу. И в той же главе, в первом стихе говорится, что вера — это осуществление. Интересно, только вдумайтесь, вера — не просто теория, не просто система убеждений. Но это осуществление. Это суть веры, выраженная в поведении. Вера — это не просто экзамен, который мы сдаем, но она должна проявляться во всей нашей жизни. Моя молитва о 19-м годе, чтобы мы проявляли во всем уверенность в Боге, чтобы она возрастала, как никогда раньше. Сегодня дам вам три-четыре мысли, истинные Слова Божьего, с целью усилить ваше намерение почитать Бога своей жизнью. Если мы знаем, что Бог сказал нам, для нас и о нас, это помогает нам почитать Его. Начнем с 6-го стиха 11-й главы. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздают». Без веры угодить Богу не просто трудно, но вообще невозможно. Если у вас нет веры, вы не угождаете Богу. Библия говорит, что вера — это осуществление. Она говорит, что Бог дает каждому человеку меру веры. Она говорит о маловерии, великой вере, возрастающей вере, но вы можете взращивать ту веру, которую дал вам Бог. В послании к римлянам сказано, что вера приходит от слышания, а слышание — от Слова Божьего. Если мы будем слушать, чтобы принять Слово Божие, вера в нашем сердце будет расти. Итак, вера важна, и у нее нет альтернативы. Что бы вы ни делали, каким бы благодетелем вы ни были, если у вас нет веры, вы не угождаете Богу. Понимание смысла этого слова поможет нам. Еврейская Библия, Ветхий Завет, как это ни удивительно, написано на иврите. Новый Завет писался на греческом, и тут слово «вера» можно перевести как «верность». Человек веры должен быть верным, сюда относятся и преданность. Человек веры — это преданный человек. Невозможно быть человеком веры и при этом не быть верным. Если я вижу человека, который не придерживается своего решения, не держит Слово, не чтит фундаментальные отношения в своей жизни, не верен, то где бы он ни сидел в церкви, и какая бы большая ни была его Библия, этот человек точно не является человеком веры. Муж веры всегда верный человек. Если мы хотим жить перед Богом, быть людьми веры, нам нужно быть ему верными. А в этом суть веры. Вера в своей основе — это вера в личность. Его имя Иисус из Назарета. Мы не верим во что-то, не верим в здание церкви, мы верим в личность по имени Иисус из Назарета. Если вы верите во что-то, то это что-то не поможет вам пройти трудности, но обязательно подведет. Тогда как Иисус подвести не может... Посмотрим второе послание Тимофею, первую главу. Павел пишет из римской тюрьмы, благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом, и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так. Он в тюрьме, не как вор, бунтарь или убийца. Он находится в тюрьме, потому что проповедует Иисуса. И он говорит, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал. Он поверил ни в какую-то религию или динаминацию. Он говорит, я знаю личность, в которую уверовал, и я уверен, что он способен соблюсти то, что я верил ему. Мы с вами люди веры. Мы верим не в религию и религиозную систему, ни в какую-то динаминацию или пастора. Наша вера в личность по имени Иисус. И мы можем проявить свою веру, будучи верны Ему. Он должен быть во всех наших отношениях. Мы друзья Иисуса не только, когда мы в церкви, но во всех аспектах нашей жизни. Какая привилегия для нас быть людьми веры. Все мы разного возраста, но мне нравится тот факт, что дети, как и зрелые люди, способны быть верными. Дети бывают даже более верными своим семьям и системе ценностей. Поэтому не думайте, что есть волшебный возрастной порог, когда вы станете человеком веры. В любом возрасте мы можем быть людьми веры. Я хочу добавить вторую истину, которая, я верю, также важна, чтобы нам цвести по жизни. Дружба. В церкви мы мало говорим об этом, но думаем, какая связь между верой и друзьями. Но правда в том, что у всех людей есть желание иметь друзей. Все мы хотим иметь личные отношения с кем-то. Я лично заметил, что во многом в нашем обществе отношения между людьми сегодня разбиты. Были изобретены новые коммуникации, но они не сделали нас ближе. Мы можем поделиться большим количеством информации, но мы стали более изолированы. У нас у всех есть потребность иметь кого-то, кому мы могли бы доверять полностью. Слишком многие из нас проживают жизнь в одиночестве и изоляции. Некоторые даже гордятся, что построили вокруг себя стену, дабы оградить себя эмоционально от людей вокруг. Но в христианстве дружба является фундаментальной. Приведу пример из 22 главы Луки. Это прекрасная иллюстрация из жизни Иисуса. Это время, когда Иисус готовится к началу своих страданий. В этот вечер Он должен быть предан и арестован. Ужасы крутятся в голове. Большинство из нас были бы полностью поглощены тем, что перед нами боль и страдания. Иисус знал, что Его ждет. И вот Он останавливается, чтобы поговорить с одним из своих друзей, Симоном. Симон Петр — рыбак, которого призвал Иисус. И Евангелие от Луки говорит нам, «Сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Иисус уже понимает, что вера Петра пройдет испытание. Его верность поколеблется. Но Иисус заранее говорит, «Но когда ты обратишься...» И Петр отвечает, «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерти тебе». Иисус сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что ты не знаешь меня». Вот это да. Я хочу, чтобы вы увидели здесь, что Иисус был прекрасным другом Петру. И Он продолжает быть хорошим другом всем тем, кто желает быть Ему другом. Иисус знал, что ожидает Петра, и Он предупредил его. Он дал Петру надежду еще до того, как Петр узнал, что она ему понадобится. Вот это значит быть другом. Петр считал, что посвящение Иисусу непоколебимо и прочное. Поскольку впереди ждали страшные события, Иисус заранее сказал ему, «Петр, я молюсь о тебе. Ты обратишься, и все будет хорошо». Это хороший друг, друг, который знает, что под давлением ты поколеблешься, но он все равно протягивает тебе руку дружбы. Лучший друг, которого вы когда-либо могли бы иметь, это личность по имени Иисус. Дело не в религии и не в том, что вы присоединились к движению. Сидите в здании. Наша способность быть действительно хорошими друзьями с кем-то обусловлена нашей способностью дружить с Иисусом. Он любит нас даже в самые ужасные моменты. Он тот, кто протягивает нам руку помощи. В Писании мы ясно видим, что те, кто проводил время с Иисусом и строил с Ним отношения, изменились навеки. Он призвал рыбаков, и когда Иисус вознесся на небеса, они не вернулись к своему ремеслу. Матвей не стал опять собирать налоги. Лука не вернулся к врачебной практике. Когда Иисус призвал Савла и Старса, он не вернулся, чтобы снова быть фарисеем. Отношения этих людей с Иисусом вовеки изменили их жизни. Сама природа этих отношений преобразила их и приглашала их в нечто более глубокое. Они уже не были прежними. Стоит также отметить, что Иисус не забрал трудности из их жизни. То, что ты друг Иисуса, вовсе не означает, что в твоей жизни нет страха, головной боли, дискомфорта. Когда я читаю, как Иисус молился за Петра, я сжимаюсь. Не так бы я хотел, чтобы Иисус молился за меня. Почему бы ему не запретить дьяволу и не поставить своих ангелов вокруг меня? Я не хочу проходить через трудности. Но Иисус не всегда нас ограждает. Порой наша верность Ему проявляется через то, что мы проходим трудности в жизни. Не стоит отворачиваться от дружбы с кем-то, если вы недовольны тем, как этот человек ведет себя в данный момент. Иисус, я не все понимаю, но я все равно буду тебе верить. Слышали когда-нибудь, чтобы ребенок говорил родителям, «Я хочу других родителей». Это вызывает улыбку. «Нет, больше ты не получишь мороженое. Я хочу новую маму. Обменяю маму на ту, которая будет позволять мне все, что я хочу». Так же и с Господом. Если Он не желает то, чего мы желаем, мы думаем, «Даже не уверен, что хочу теперь поклоняться такому Богу». Мы ведем себя, как малые дети. Но Бог допускает боль в нашей жизни. Хороший пример мы находим в Деяниях. В конце книги Деяния апостол Павел в Риме проповедует Евангелие. Он выполняет поручения, данные ему Иисусом. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты для меня пошел в Рим». Лучший проповедник в самом влиятельном городе мира в то время. Если бы я такое услышал, я бы подумал, «Ух ты, я отправлюсь в великий город. Буду путешествовать с первым классом, отлично питаться. Захвачу с собой пару друзей. Поехали». По пути он заходит в Иерусалим, и там его арестовывают. Его ложно обвинили. Римляне посадили его в темницу, и евреи из Иерусалима планируют убить его. План убить его сорван. Но римляне вынуждены переместить его из Иерусалима в Кесарию. Это был в большинстве своем римский город. Там он будет защищен. Он сидит там в тюрьме. Было множество заседаний. И вот он понимает, что единственная надежда — это требовать суда Кесаря. Ведь он римский гражданин. То есть его должны транспортировать в Рим. На корабле его поместили не в каюту первого класса, но приковали к римскому стражнику. Их корабль попал в ураган. Они пытались противостоять мбуре, как могли, день за днем. И вот вся команда совершенно утратила надежду на спасение. Они выбросили за борт весь груз, пытаясь освободить корабль. Они не ели много дней подряд. И тогда Павел уявился ангел. Он сказал, «Все хорошо. Ты нужен мне в Риме». Что значит, «Хорошо. Мы много дней бросаем и бурей, и на следующее утро Павел обращается к команде корабля. Он говорит, «Вам стоило меня послушать». Когда я говорил вам, что не время плыть, он так наивен. И вот он сказал, «Прошлой ночью ангел Бога, которому я служу, он явился мне и сказал, что все мы спасемся, если останемся на борту». Корабль зашел на мель. Развалился на куски. Они смогли доплыть до ближайшего острова. Павел помогал собирать дрова, чтобы они могли согреться. И вот его кусает ядовитая змея. Местные жители все смотрели, когда же он умрет. Они думали, что это суд Божий, поскольку он так и не умер. Они решили, что он божество и хотели ему поклониться. Исход этой истории Павел добрался до Рима. И там проповедовал Евангелие, ожидая своего суда. Скажите, кто из вас хотел бы путешествовать с таким миссионером, как Павел? Нас будут арестовывать, пытаться убить. Будут бросать из одной тюрьмы в другую. Нас будут судить по ложным обвинениям. И когда, чтобы нас перевезти, нас посадят на корабль, этот корабль попадет в шторм и развалится. Но не переживайте. Во всех этих испытаниях, скорее всего, вы выживете. И потом сможете говорить другим об Иисусе. Бог присматривал за ним всю дорогу. Но это не был легкий и веселый путь. Дружба с Иисусом не означает, что у нас в жизни не будет проблем, но Он обещает уберечь нас. Не стоит оставаться в одиночестве. Вы сможете быть более лучшим другом для людей, если будете хорошим другом Иисусу. Я хочу уделить минуту тому, чтобы поблагодарить вас. Ваше партнерство помогает нам проделывать невероятную работу. Я очень рад началу года. Я очень люблю это время. Это чувство свежего старта. Этот год мы тоже начинаем с Иисусом. Мы создали книгу, которая может помочь вам. В ней есть 365 коротеньких посланий на каждый день. И небольшая молитва, которые помогут вам стоять твердо посреди всех жизненных бурь. Мы живем в мире хаоса. При этом у нас есть божественное задание. И мы очень надеемся, что эта книга поможет вам, чтобы 2019-й стал самым победоносным годом в вашей жизни. Пусть Бог благословит вас и прекрасного вам года. Не будьте пассивными в своем сражении против врага. Стойте твердо, начав свой день, с новой книги пастора Аллена «Стойте твердо». Будьте готовы к жизненным бурям, укоренившись в непоколебимой истине Божьего Слова. Позвоните нам или зайдите на наш веб-сайт, адрес которого вы видите на экране, и закажите свой экземпляр уже сегодня. Спасибо вам за поддержку этого служения. Вместе мы приносим разницу. У меня есть для вас хорошая новость. Бог не против вашего успеха. Христиане дошли до крайности. Присловие «преуспевание» Они встают на дыбы. Простите, а вы что, сторонники бедности? Я с уверенностью заявляю вам на основании Писания, что Бог желает, чтобы мы были успешны. Аллилуйя! Ваша реакция что-то не слишком радостное. Да, пастор, мы рады. Слава Господу! Третье послание Иоанна. «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Эта фраза включает намерение Бога о тебе и обо мне. «Молюсь, чтобы ты преуспевал во всем». Бог за нас, но то, что Он за нас, не означает, что Он автоматом вмешивается в нашу жизнь. Важно то, как мы отвечаем Ему. В первом послании Иоанна есть место, которое, с моей точки зрения, дает ключ к успешной жизни. Это простое утверждение. Я заметил, что самые глубокие истины в Писании заключены в простые фразы. Не обязательно все усложнять и делать это утверждение слишком запутанным. То, что я понимаю, я смогу объяснить даже третьекласснику. Если я использую сложные термины, значит, я толком не понимаю, о чем это я. Но не ловите меня на слове. И мир проходит эпоха сего, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Исполняющий волю Божию пребывает вовек. Путь к успеху лежит через решение в нашем сердце исполнять волю Бога. Это не так сложно. Что означает исполнять волю Бога? А это означает жить во свете истины, иметь намерение исполнять Его волю. Дело не в каких-то глубоких тайнах. Просто живите в свете той истины, которую Бог вам открыл. Если Бог доверяет вам быть верным этой истине, Он доверит вам большие истины, более глубокие. Но если мы не верны той истине, которая нам уже открыта, и не намерены ходить в волю Божией, то не стоит и ожидать, что Бог даст нам большее понимание и откровение. Примите решение исполнять Его волю. Если вы ее не исполняете, просто скажите, «Господи, прости меня, я не особо родил об истине, которую Ты мне доверил. Я не особо старался угодить Тебе. Прости меня, я хочу всей своей жизнью почтить Тебя». Это изменит траекторию вашей жизни. Мне кажется, определения могут быть полезны. Первое Иоанна гласит, «И мир проходит эпохоть его». В греческом языке есть несколько слов, означающих мир. Здесь используется слово с уникальным значением. Особое значение. Слово «мир» здесь входит в все мировое сообщество, не посвятившее себя праведному правлению Бога и Царю Иисусу. Это мировой порядок, противоборствующий с господством Иисуса. Вы знаете, что можно быть религиозным, но не подчиниться господству Иисусу. Можно ходить в церковь, носить Библию, но не иметь намерения подчиниться Иисусу. Мы должны научиться жить не так, как люди системы мира. Мы в мире, но не от мира. Мы должны отличаться не по одежде и не по меню, но потому, чей авторитет мы признаем в нашей жизни. Тот, кто не подчиняется Царю по определению бунтарь. Библия ясна и настойчиво говорит нам, что вся система, отвергающая господство Иисуса, временно и подлежит концу. Она не постоянна. И когда мы выбираем исполнять волю Божию, мы подчиняемся вечному, триумфальному, постоянному царству нашего Господа. Почему так важно исполнять волю Божию? Дело в том, что это ключ к успеху в каждом из аспектов вашей жизни. Если система этого мира временна, и ей придет конец, то она находится между сейчас и потом. Потом, то есть, когда на землю придет Христос, чтобы править и царствовать на планете Земля, в праведности и истине. Вы знаете, что это то, что нас ожидает? Праведное Божие правление по всей Земле. Библия говорит, что лев будет лежать с ягненком, и дитя будет играть с коброй. Мечи перекуют на серпы, и войны больше не будет. Между сегодняшним моментом и этим моментом, когда придет истинное Божие правление, произойдет Божий суд над системой этого мира. Все системы мира, выступающие против Бога, подвергнутся суду. Что сделает вас способными жить успешно посреди всего этого ужаса? Решение исполнять волю Божию, я мог привести множество мест, но выбрал только парочку. Исайя 30 глава. Меня глубоко затронуло одно выражение в этом слове. Когда упадут башни. Сказано так. Я знаю, что в этом зале много скептиков. Они говорят, что одной фразы из древнего предсказания им недостаточно, чтобы ожидать будущего. Я уважаю ваше мнение. Я думаю, в зале таковых немало. Но в Писании мы видим, что Иисус и Его ученики воспринимали подобные местописания как предзнаменования того, чему предстоит произойти. Я всем сердцем верю, что впереди нас ожидает день, когда Бог всемогущий вмешается во все дела людские и поколеблит эту землю. И тогда буквально упадут башни. Начиная с книги Бытия до сего дня, башни выражают человеческую способность, спесь, гордыню и высокомерие. Когда Бог начнет свои суды на этой земле, суды над системой мира, наступит день, и эти башни упадут. В первом послании Коринфянам 7 главе сказано, проходит образ мира сего. Я не против этого мира и с удовольствием пользуюсь инфраструктурой, но я не возлагаю на нее свою будущность. Устоит лишь то, что является волей Бога. Когда мы соединяем свои сердца с Его волей, то мы уподобляемся ей. Мы становимся непоколебимыми, стойкими и имеющими цель. Мы должны учиться исполнять Его волю. Один из главных советов — используйте свой разум, читайте Слово и применяйте их. Учитесь и практикуйте. Не оставляйте разум в машине, когда входите в церковь. Кто-то скажет, «Но, пастор, я не люблю читать». Так изменись. Особенно этим хвалятся мужчины. «Да я со школы ни одной книжки не прочитал». И это грустно, но никогда не поздно начать учиться. Никогда. Ведь никогда не поздно правильно использовать свой разум, а не просто предаваться миру фантазии и страхов. Отдайте ваш разум Господу. Но дело не только в развитии интеллекта. Вы также должны научиться взаимодействовать с людьми. И первый шаг в построении правильных отношений — это начать слушать людей. Спросите у человека. Остановитесь и выслушайте. Не задавайте вопрос, как дела, просто из вежливости. Мы обычно бросаем фразу, но нам все равно. Остановитесь и послушайте. Не надо решать их проблемы, просто выслушайте. Нам нужна Божья мудрость и водительство, чтобы распознать, что происходит вокруг, и мотивы этих событий, как плохих, так и хороших, потому что зло будет только умножаться. Иисус сказал, что до Его пришествия на земле сильно умножится обольщение. Будет множество лжепророков. Нам с вами нужно научиться различать. Нам нужна Божья мудрость. Если мы хотим исполнить волю Божию, нам понадобится наш разум, наше сердце, наш дух, подчиненный водительству всемогущего Бога. И все это не вопрос однократной молитвы. Но это жизненно важное решение, которое мы принимаем каждый день на протяжении всей жизни. Я потрясен Божьей настойчивостью, кротостью и любовью, когда Он нас обучает. Дружба с Иисусом не означает, что у нас в жизни не будет проблем, но Он обещает уберечь нас. Не стоит оставаться в одиночестве. В конце программы я хочу занять еще пару ваших минут. В начале Нового года у нас так много возможностей. Это сезон возможностей. Я верю, что мы живем во время жатвы. Иисус сказал, что прежде чем Он вернется на землю, будет великая жатва в мире. Я верю, что сезон жатвы только начинается. Я родился в сельской местности в Теннесси и знаю, что такое жатва. Это время огромных возможностей. Урожай созрел, нивы побелели. Но также это время усердного труда и сфокусированных усилий. Если не собрать урожай вовремя, он испортится, и вы упустите такую возможность. Мы живем в уникальное время возможностей для Царства. У нас больше инструментов, чтобы благовествовать. Мы имеем доступ к Слову Божьему. Мы можем читать его в цифровом виде, в различных переводах. Это время невероятных возможностей. Попросим Бога даровать нам мудрость, чтобы 2019 год стал самым плодотворным в нашей жизни. Давайте позволим Богу учить нас. Скажите, Дух Святой, прошу, научи меня быть плодотворным и верным Тебе в этом году. Отец, спасибо за Твое Слово, Его истину и силу, за то, что Ты нас ведешь. Да будем мы угодны Тебе во всем в этом году. Во имя Иисуса. Аминь. Благослови вас Бог. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова